Господи, Син, с нами будем, и так оборазли Тебе, помощник от скорбь дней имамы, Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. До ревности любит Дух Святый, живущий в нас, говорит Священное Писание, обозначая то, что между Богом и человеком отношения близкие и глубокие возможны только при условии взаимности. Ну не только между человеком и Богом, но и между человеком и человеком открытие другого возможно при условии доверия, открытости, свободы и любви. Без любви невозможно близкое, глубокое, душевное, духовное познание другого человека. Без любви невозможно отношение с Богом. Бог жаждет, чтобы Его жаждали. Кто жаждет, говорит Священное Писание, да грядет ко мне и да пиет. Это ключевое условие. А еще кто хочет за мной идти, то есть волевое желание быть с Богом. И ревность любви проявляется в том, что Господь говорит. Кто любит отца или мать, сына или дочь, мужа или жену, работу или что-либо другое, больше, чем меня, тот меня не достоин. Любовь без Бога превращается в эгоизм, удушает, мучает, лишает человека покоя и сна. Любовь в Боге раскрывает все лучшие качества человека. От одной прихожанки пришло сообщение, мысли вслух. Вот лежу я в больнице, общаясь с мамочками, понимаю, насколько люди одиноки. Муж, если есть, мама, если еще жива, свекровь, которую они любят, и одна, максимум две подружки. А так знакомые, да коллеги, у которых свои проблемы. А если у тебя ребенок инвалид, то круг общения зачастую еще уже. На фоне этого мы до неприличия счастливые люди. Не будь у нас нашего прихода, мы были бы в таком же положении. Но кто-то звонит, кто-то пишет, кто-то навещает. И помогают. Кто словом, кто делом, кто вкусной булочкой. Слава Богу за наш приход. Для того, чтобы мы учились жить в любви, Бог основал Церковь. Церковь — это сообщество людей, собранных Святым Духом во имя Господа Иисуса Христа. И это великое сокровище, которое дано каждому человеку. И когда Господь сказал вот эти слова, кто любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, апостолы спросили, Господи, ну вот мы оставили все и последовали за Тобой. И дома, и детей, и жен. Что нам будет? Господь говорит, ну, те, кто оставил ради меня что-либо, он в сто крат приобретет и отцов, и матерей, и братьев, и сестер. И так и бывает, когда человек приходит в храм, становится частью общины. И иногда бывает, что через конфликт, через какой-то разрыв, потому что не всегда близкие понимают и принимают выбор человеком Христа. Но оказавшись в общине, в приходе, став частью клеточки живого организма, церкви, Бога человеческого, тело Христово, человек приобретает. И сотни братьев, и сестер, и отцов, и матерей. Ну, даже если он просто пассажир. Есть такая классификация. Есть люди, которые приходят и делают самостоятельно, активно, ответственно. Есть 50-50. Ну, человеку скажут, он пойдет. Не скажут, будет дальше сидеть. А есть пассажиры, которые садятся и просто едут. Но в церкви любовь настолько исполнена, наполнена, что даже если человек ничего не делает в приходе, в общине, то есть никак не отдает свою любовь, все равно благодать Духа Святаго через немощных людей, через слабых, греховных, все равно касается жизни этого человека. И нам с вами даны эти сокровища, общины людей, собранных во имя Христа. Конечно, нужно трудиться. Конечно, и пастыри, и прихожане, и сотрудники, они должны проявлять встречное движение, желание, готовность заботиться, исполнять заповеди Божии. Но здесь априори люди собраны с такими уже потенциальными качествами, готовностью служить. И это прекрасно. Помогай нам всем, Господь! Господь и сил, помилуй нас!